Все сроки вышли, дефекты остались. 26 сентября весь город должен быть подключен к теплу. Такие сроки огласили в администрации еще в начале отопительного сезона. С ними согласилась и теплокомпания, пообещав к этому времени разобраться с многочисленными прорывами. Сегодня пришла пора подводить итоги. А на повестке дня жалобы в прокуратуру десятки домов без отопления, несколько крупных раскопок в городе и новые сроки подключения. Ксения Зиновьева разбиралась в причинах срыва очередных сроков. Так уже два месяца делают. Два месяца не было горячей воды. Два месяца делают это. И мы вот бедствуем. В комнату отдыха жильцы дома ветеранов последние несколько недель приходят, чтобы погреться и узнать последние новости. Несколько месяцев в доме не было горячей воды, с середины июля меняют систему отопления. Обрадовались. Еще и как обрадовались. Все-таки или батарею такую поставить, она и красивая, и это, или вот эти вот трубочки, которые вообще не греют. Этот дом, в котором около 130 квартир, относится к специализированному жилищному фонду для защиты отдельных категорий граждан. Пенсионеров и инвалидов оберегает муниципалитет, то есть администрация города. Ей и было принято решение заменить систему отопления. В разгар начала отопительного сезона половина квартир так и живут с отрезанными батареями. Очень холодно. Клавдия Прокофьевна считает себя счастливой по сравнению со своими соседями. В ее квартире сегодня градусов 10 тепла. Зато, говорит, новые батареи ей уже поставили. Готова подождать. И даже закрыть глаза на то, что вместо новых радиаторов в доме ставят ржавые, как будто снятые с другого объекта. Первую зиму до полтекла, вот так все со снегом замерзало. А вот эти батареи у вас стоят, они новые или старые? Да, только еще поставленные. Только новые поставленные? Да. Вот эти батареи? Да. Это разве новые батареи-то? Сегодня жильцам директор дома ветеранов пообещала, что отопление включат 30 сентября. Администрация якобы в курсе проблемы и оштрафует подрядчика. Вы обещали уже, сколько обещали? Они говорили, что 1 сентября еще хотели сделать. Ну, до 1 октября дадут тепло. На сегодняшнее утро неподключенных к отоплению домов в городе около 40. Часть сидят без отопления из-за дефектов на теплосетях, другая из-за управляющих компаний. То есть, стопроцентно 25 сентября подключить город к отоплению все-таки не удалось. Те дома, которые отключены по нашим дефектам, по дефектам на теплосетях, мы их устраняем в ежедневном режиме. Сегодня, завтра они будут устранены. Есть еще дефекты потребительские, дефекты в домах, дефекты на сетях, которые принадлежат дому управлению. Но там нужно свою управляющую компанию немножко подактивизировать, для того, чтобы они тоже свои дома подготовили в полном режиме. Самым проблемным в этом году оказался район Зонального института. Отопление и горячая вода подключены, но пока в резервном режиме. Температура не соответствует нормам. Закончить реконструкцию тепломагистрали на Тимирязево планируют на этой неделе. Если теплокомпания еще хотя бы на один день задержит подключение отопления, в городадминистрации ей пригрозили прокуратуры. Кстати, в Кирове такая судебная практика есть. Но и здесь не без проблем. Даже если суд встает на сторону кировчан, теплее в их квартирах не становится. На улице теплее, чем дома. Если дома посидеть полчаса, все, руки, ноги мерзнут, уши отмерзают. На улице теплее, где-то в магазин зайдем, погреемся. Отопительный сезон в домах по улицам Ананинская и Родниковская начинается в лучшем случае в конце октября. Осенью прошлого года устали терпеть и написали жалобу в прокуратуру. Почти год длился судебный процесс. Жильцы у администрации дела выиграли, а отопления так и нет. Что и пришли зафиксировать судебные приставы. Давно тепла нет? Вообще нет? Да у нас зимой плохо топят. Приставы проверили батареи практически во всех квартирах трех домов и не нашли ни одной теплой. Администрации за это грозит штраф максимум 50 тысяч рублей. На фоне официальной статистики 1% неподключенных домов в Кирове и полного молчания сегодня администрации города по этому поводу, в результатах нашего опроса четверть проголосовавших так пока и не получили тепло в квартиры. И пока в КТК объясняют, что большинству домов спрашивать нужно именно с управляющих компаниях, в комментариях под опросом кировщане просят назвать хотя бы новые последние сроки. Ксения Зиновьева, Иван Деров, информационный канал Город.